В прямом эфире новости в студии Ирина Алиева. Здравствуйте. Коротко о главных темах выпуска. Губернатор Виктор Толоконский обсудил с представителями авиакомпаний перспективы развития грузовых перевозок в крае. Когда Красноярск сможет открыть небо и что для этого нужно сделать? Вот такой симбиоз развития пассажирского и грузовых операций действительно позволил бы Емельянову стать таким настоящим полноценным авиационным хабом. На Красноярском экономическом форуме в этом году впервые организуют площадку для представителей малого бизнеса. На что могут рассчитывать предприниматели? Как никогда в этом году актуальная программа, потому что к настоящему времени наше бизнес-общество подошло к тому, что нужно смотреть новые точки, быть в тренде, понимать, как дальше развивать бизнес, сохранять, инвестировать, привлекать инвестиции, как работать с органами власти. Краевые полицейские устроили студентам СФУ экскурсию на вертолете. Какую технику, стоящую на вооружении авиаотряда, показали курсантам? Много вопросов было задано у ребят по оснащению вертолета. Также было рассказано, чем в настоящий момент вертолет у нас оснащен, начиная от спецоборудования и заканчивая оборудованием, которое дополнительно установлено на вертолете. В Красноярске с размахом отпразднуют День снега. Какой необычный флешмоб готовят организаторы и как отмечают это событие в других городах России и мира? Веселые сани называются. Это же просто хочется какое-то разнообразие, веселье, немножко некоторого сумасшествия какого-то доброго внести в это дело. Аэропорт Емельянова вскоре может стать крупным центром грузоперевозок для иностранных авиакомпаний. Такую возможность сегодня обсудил губернатор края с руководителями организаций, которые обслуживают грузы и почту в грузовом терминале аэропорта. Также в ходе рабочей поездки глава региона побывала в новом детском саду в поселке Емельянова. Обо всем подробнее расскажет Ольга Тишинина. Этот новый садик в поселке Емельянова построили за 10 месяцев. Рассчитан он на 190 мест и совсем скоро примет первых малышей. Кстати, с его вводом очередь детей с 3 до 7 лет в Емельяново будет полностью ликвидирована. Просторные игровые комнаты, спортивные музыкальные залы, современные медкабинеты, пищеблок. Здесь все максимально удобно для детей и воспитателей. В комнатах полы с подогревом, а во всех буфетных стоят посудомоечные машины. Для безопасности снаружи и внутри здания ведется видеонаблюдение. На строительство учреждения потратили чуть более 160 миллионов рублей из краевого бюджета. Заведующая рассказывает, их садик уже шестой в Емельяново и самый современный. Есть здесь и свои фишки, дети будут заниматься экологией. Мы будем в принципе изучать все, что вокруг, и как можно это сохранить с ребятишками, и опыты и так далее. И вот разные проекты экологические и так далее. То есть вот это в Емельяновском районе, я думаю, это актуально. Мы близко к городу находимся и сохранить экологию в районе и так далее. Поэтому нужно ребятишек везти еще с рождения. Посмотреть на новый садик приехал и губернатор края Виктор Толоконский. Руководитель дошкольного учреждения рассказывает, сейчас идет комплектование. Здесь будет 8 групп, в том числе и ясельная для малышей от полутора до трех лет. Губернатору края садик понравился, но все же критики руководство не избежало. Виктор Толоконский остался недоволен тем, что садик до сих пор не работает, хотя его достроили в конце 2015-го. По словам руководства, сроки затянулись из-за того, что не прошли торги на закупку мебели и пообещали все доделать в течение месяца. Я сейчас несколько поручений сделал, чтобы ускорить процесс лицензирования, ускорить процесс комплектования некоторым инвентарем, который сегодня еще не приобретен. Ну а так хороший детский сад, с хорошим качеством все сделано, все оборудование и мебель, и пищеблок очень мощный. Медицинский кабинет, спортивный зал, современный там, о таком дошкольном учреждении, еще даже несколько лет назад трудно было мечтать, но сейчас все такие проекты. В ходе рабочей поездки в Емельяново губернатор побывал и в аэропорту, и осмотрел грузовой терминал. Его пропускная способность 150 тонн в день, но специалисты сетуют, в связи с кризисом объемы сокращаются. Как исправить эту ситуацию, Виктор Толоконский обсудил с руководителями компании, которая обслуживает грузы и почту в терминале, и с министром транспорта Сергеем Ереминым. По мнению специалистов, нужно в большей мере открыть небо для иностранных авиакомпаний, то есть разрешить им не только дозаправляться, но и выгружаться и забирать с собой грузы. По их расчетам, это позволит привлечь дополнительно 200 тысяч тонн грузопотока в год и заработать больше 50 миллиардов рублей. Это значительно увеличит поступление в бюджеты всех уровней. Красноярск, в принципе, находится достаточно в благоприятной транзитной зоне, межконтинентальной зоне. Это и Азия, Европа, и Северная Америка. Поэтому проходит очень большое количество таких транзитных маршрутов. Вот такой симбиоз развития пассажирского и грузовых операций действительно позволил бы Емельянову стать таким настоящим полноценным авиационным хабом. Сейчас режим открытого неба действует только во Владивостоке, Сочи и частично в Москве. Виктор Толоконский заявил, что обсудит этот вопрос с руководством страны. И, возможно, небо над Красноярском тоже вскоре будет открытым. Ольга Тишинина, Алексей Гусев, Новости. В Пенсионном фонде сегодня рассказали об индексации пенсии. Как изменятся выплаты, расскажем далее в выпуске. Вырастут ли платежи за капитальный ремонт, а кого могут и вовсе освободить от уплаты этих взносов? Эти вопросы обсудили сегодня на круглом столе, посвященном реализации программы капремонта в нашем регионе. Какие выводы сделали специалисты и с какими проблемами придется справляться в ближайшие годы, расскажет Алина Штоколова. Закон, который предусматривает льготы для пожилых людей, президент России Владимир Путин подписал в конце прошлого года. Документ дает право не платить за капремонт одиноким пенсионерам в возрасте от 80 лет. На 50-процентную скидку могут рассчитывать и те, кому исполнилось 70, и они живут одни. Такие же условия предусмотрены для людей с ограниченными возможностями здоровья. Однако, вводить или не вводить такие льготы, и каким в итоге будет их размер, должны решить сами регионы. Правда, как говорят специалисты, некоторые пенсионеры в тонкостях закона пока не разобрались. Многие пенсионеры буквально поняли и перестали платить. У них формируется долг, потом будут платить пени, да? Но надо нам всем вместе разъяснять очень внимательно, что освобождение быть не может. Все говорят о предоставлении льгот. Это значит, что вы получите квитанцию, в которой, как и на все жилищно-коммунальные услуги, стопроцентное начисление, но на оплату этого взноса вам перечислят деньги на персонифицированный счет. Кроме того, документ, который должны рассмотреть краевые депутаты, еще только разрабатывается. И на то, чтобы ввести такие льготы, нужно предусмотреть средства в региональном бюджете. А это непростой процесс. Поэтому вместе с вопросом о введении льгот для пожилых людей специалисты поднимают еще один. Об изменении размера взносов за капремонт на 2017 год для остальных собственников. О какой сумме идет речь, пока сказать сложно. В феврале вместе с коллегами из регионального оператора Министерство строительства ЖКХ будет просчитывать и предлагать правительству к утверждению этот размер. Больше он будет либо меньше, либо, насколько сейчас сказать не могу, потому что, в первую очередь, безусловно, мы будем оперировать уже результатами фактической стоимости, которые мы проводили в 2015 году. А это реальные проекты, которые делали проектировщики. Необходимость повышения ежемесячных платежей специалисты объясняют еще и тем, что цены растут, а вместе с ними растет и стоимость работ. Подрядчики, в свою очередь, настаивают. На то, чтобы ремонт выполняли квалифицированные рабочие, с использованием качественных материалов и новых технологий, нужны деньги. Мне позволяет эти 6-8 рублей обеспечить качественную работу на объекте и выполнить их в полном объеме. Поэтому здесь надо или привлекать другие средства для капитального ремонта, чтобы они в полном объеме обеспечивали финансирование этих работ, или увеличивать плату. Здесь это, конечно, вопрос для обсуждения и должно приниматься и на уровне правительства, и с участием граждан, которые являются платежщиками. Мы говорим о повышении размера платы на 30 копеек. Если в этом контексте он будет рассматриваться, это тот размер, о котором можно говорить, но при одном условии, важном условии. Те нормы, которые предусмотрены федеральным законом, подписанным президентом, о том, что необходимо людей в возрасте старше 80 лет полностью освободить от взносов на капитальный ремонт, людей старше 70 лет предоставить им льготу в размере 50%. После того, как эти нормы будут введены, только после этого можно рассматривать вопрос о повышении размера платы на капитальный ремонт. Без отвержденного размера платежи региональный фонд не сможет составить список домов, в которых будут проводить капремонт в следующем году. Так что решить этот вопрос необходимо уже сейчас. И о том, будут ли введены льготы в нашем регионе, станет понятно в ближайшее время. Алина Штоколова, Максим Галат, новости. Сегодня руководители пенсионного фонда рассказали об индексации пенсии в этом году. С 1 февраля на 4% повысится страховая пенсия. В денежном выражении прибавка составит около 550 рублей. А с 1 апреля также на 4% увеличится социальная пенсия. Будут ли еще в этом году расти выплаты, пока неизвестно. Решение об этом будут принимать только летом. А что касается индексации страховой пенсии, то она не предусмотрена для тех пенсионеров, которые работают. В нашем крае проживает 265 тысяч работающих пенсионеров. Индексации им с 1 февраля производиться не будет. Они получат индексацию после того, как оставят работу. Соответственно, с месяца следующего, после прекращения работы, такая индексация будет им производиться. В этом году впервые в Красноярском экономическом форуме примут участие представители малого бизнеса. Для них организуют площадки, где предприниматели смогут пообщаться с потенциальными инвесторами, а также заручиться необходимой государственной поддержкой. Подробности в сюжете Александра Ловицкого. В этом году на Красноярском экономическом форуме помимо традиционной выставки достижений экономики и промышленности будет развернута экспозиция, посвященная малому и среднему бизнесу. На ней предприниматели презентуют свои компании различных сфер от сельского хозяйства до пошива одежды. Кроме этого, форум станет для бизнесменов площадкой, где они смогут обсудить развитие собственного дела. В частности, пообщаться с ведущими мировыми экспертами и потенциальными инвесторами. Один из участников КЭФа, Игорь Овчинников, фирма которого занимается изготовлением спортивной одежды, уверен, для бизнесменов форум – реальная возможность продвинуть свою продукцию и получить больше заказов. Здравый смысл – это когда в регионе есть предприятия, которые производят, да, ну что касаемо в спорте, что мы не брали у китайцев, не брали в Москве. Если деньги остаются здесь, в крае, значит, соответственно, это налоги, деньги из края не уходят. Если мы берем заказы с других регионов, соответственно, также налоги платим здесь. По мнению экспертов, сейчас самое удачное время, чтобы презентовать уникальные краевые бизнес-проекты. А их в регионе достаточно. В частности, на КЭФе планируют показать разработки в области высоких технологий и добывающей промышленности. Как никогда в этом году актуальная программа, потому что к настоящему времени наше бизнес-общество подошло к тому, что нужно смотреть новые точки, быть в тренде, понимать, понимать, как дальше развивать бизнес, сохранять, инвестировать, привлекать инвестиции, как работать с органами власти. Развитие малого бизнеса, как одной из сфер экономики, в крае сейчас одно из приоритетных направлений, говорят в краевом правительстве. Поэтому на форуме, кроме дополнительных заказов, предприниматели могут заручиться и необходимой государственной поддержкой, обсудив это как с краевыми властями, так и с федеральными. В КЭФе традиционно планируют принять участие целый ряд федеральных министров. Недалеко, как вчера, президент России Владимир Владимирович Путин особо отметил значимость именно в этих условиях сегодня рост малого предпринимательства в нашей стране. Это не только импортозамещение. Это, конечно же, то, что мы отстаём в сфере услуг. Это, безусловно, и то, что создаёт дополнительные рабочие места, и ту занятость, и ту реализацию талантов, которые есть в наших людях. Сейчас подготовка к 13-му КЭФу в самом разгаре. Специалисты ожидают, что в нём примут участие более 6 тысяч человек. И четверть из заявившихся как раз представители малого бизнеса. Александр Ловицкий, Павел Пателицын. Новости. Краевая полиция познакомила студентов с работой авиаотряда. Сегодня курсанты Военно-инженерного института Сибирского федерального университета получили редкую возможность изучить вертолёт Ми-8 и даже полетать на нём. Всё дело в том, что сегодня полицейские проводят всероссийскую акцию «Студенческий десант», главная цель которой – познакомить будущих сотрудников МВД, внутренних войск или военных с техническими средствами, стоящими на вооружении современных полицейских. Так сегодня студентам рассказали о вертолёте, оснащённом спецсистемами. Его задействуют во время операции «Перехват» или для регулярного патрулирования. Как отметили в авиаотряде специального назначения, студенты поучаствовали в подготовке вертолёта к полёту и смогли задать свои вопросы специалистам. Много вопросов было задано у ребят по оснащению вертолёта. Также было рассказано, чем в настоящий момент вертолёт у нас оснащён, начиная от спецоборудования и заканчивая оборудованием, которое дополнительно установлено на вертолёте. Это, ну, допустим, топливные баки дополнительные и так далее. Кроме знакомства с вертолётом, студенты смогли совершить перелёт по маршруту аэропорт Черемшанка – остров Татышев. Во время полёта ребята на себе ощутили особенности передвижения на вертолёте и смогли по-настоящему познакомиться с таким способом несения службы. Кроме этого, во время полёта студенты смогли и в полной мере насладиться прекрасными видами, которые открываются с борта вертолёта во время полёта над Красноярском. Это тем более интересно, что практически все курсанты совершили полёт на вертолёте Ми-8 впервые. «Я никогда в жизни не летала на вертолётах, только на самолётах. А тут другие ощущения. Ну, это вообще очень круто». «Конечно, понравилось. В первый раз попробовал. Раньше самолёт летал только на самолёте. Это две разные вещи совсем. Не то, что самолёт. Интересный подъём, спуск, да и весь процесс». В посёлке Ново-Чернореченский в Козульском районе из-за коммунальной аварии затопило единственный детский сад. Почему порыв не могут ликвидировать, расскажем после рекламы. «Яртехника» в Сосново-Борске. Это строительные и отделочные материалы, сантехника, бензо- и электроинструмент, отопительная техника, снегоуборщики и мотоблоки. Покупай товар на 5000 рублей, выиграй 30 тысяч и другие призы. Розыгрыш 1 февраля. Привет, мы что хотим сказать? Низких цен иногда приходится ждать. «Вот Нина ждала скидок на шубу красивую. Валера к зиме только цену на велик осилил. А Роме купили на распродаже формы. Так ожидания низких цен превращаются в норму». «Хорошо, что бывает наоборот. Низкие цены круглый год». Низкие цены не зависят от сезона. 90 рублей в месяц за быстрый интернет и безлимитные звонки на Теле2. Тариф чёрный. Честно, дешевле. Мы борцы. Мы продолжаем дело Ивана Ерыгина. И мы готовы начать Олимпийский год в Красноярске. С 29 по 31 января международный турнир серии Гран-при Иван Ерыгин. Братство борцовского ковра. В прямом эфире новости продолжаем выпуск. В посёлке Новочернореченский Козульского района из-за коммунальной аварии затопило единственный детский сад. Вот уже несколько дней учреждение не принимает детей. Холодной воды нет в половине посёлка. Между тем, порыв не могут устранить уже неделю. Подробности у Сергея Сеславина. Самонадёжный способ попасть внутрь единственного детского сада в посёлке Новочернореченский – это влезть через окно. Дело в том, что входная дверь скована льдом. По территории опасно ходить, а в подвале с каждым часом прибывает вода. По этой же причине последние два дня дети не посещают учреждение. Тем временем в садике числится более 70 ребятишек. Заложниками ситуации стали не только воспитатели и заведующие, но и родители. Я, во-первых, опекун бабушка, я не просто бабушка, а мне вообще вот просто дозарез. Ложись, прям помирай, ну невозможно. У меня их четверо детей в доме, и меня этот детский сад так спасал. Ну мы ещё могли выходить, запасные двери у нас были, вчера вышли. А сегодня утром звонит полседьмого сторож. Вы видели там, что творилось, там было всё в воде, то есть даже мы не могли пройти в сапогах, одетых уже с пакетами. Вчера у нас был один ребёнок, сегодняшнего я вчера написала докладную на имя Лукашевича и Овчаренко, что я беру на себя обязанность не принимать детей. Коммунальная авария произошла ещё 13 января. Изношенные трубы то ли не выдержали морозов, то ли просто лопнули от старости, ведь их ни разу не меняли. Местные коммунальщики несколько раз приезжали на место, но у них не оказалось нужной техники, чтобы полностью добраться до порыва и ликвидировать его. Добрая половина посёлка уже неделю без холодной воды. Глава посёлка Александр Стальмаков объясняет, по закону у него просто нет полномочий обязать местные службы устранить порыв. На место ЧП уже приезжала прокуратура. В ведомстве решили, коммунальщики обязаны всё починить. В противном случае они будут наказаны. В дальнейшем, в ходе проведения проверки по запросам, если будет установлено, что их действиями, их и бездействиями был причинён какой-либо ущерб имуществу непосредственно детского сада, в дальнейшем будут вопросы рассматриваться. Жители посёлка тем временем с тревогой ждут весны. Говорят, вода глубоко пропитала землю, и когда лёд растает, их дворы и подвалы просто затопят. Сергей Сеславин, Алексей Овсянников. Новости. В Красноярске полицейские задержали взломщиков банкомата. Неизвестные пытались похитить более 5 миллионов рублей. Злоумышленники оказались изобретательными на дело, так сказать, и они отправились в масках точь-в-точь, как в известном голливудском фильме «Вэз значит вендетта». Вскрыть банкомат они пытались с помощью лома и молотка, однако в здании сработала сигнализация, взломщики скрылись с места преступления. Однако оперативники в течение суток смогли установить личности предполагаемых преступников. Полицейские задержали двух молодых людей 19 и 20 лет. Оказалось, что они безработные. Один из них ранее уже привлекался к уголовной ответственности. И сейчас оба молодых человека задержаны. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье 158. Попытка кражи, попытка взлома в особо крупном размере. Ведется дальнейшее следствие. Сегодня на станции Енисеев Красноярске открылась первая перехватывающая парковка для пассажиров городских электричек. Стоянка рассчитана на 33 автомобиля. Причем при предъявлении билета на электропоезд плата за парковку взиматься не будет. Других автомобилистов на эту площадку пока не пускают. В компании «Краспригород» рассматривают эту парковку как пилотный проект, чтобы отработать технологию. И, возможно, в этом году откроют еще одну на станции Красноярск-Северный. Мы и сделали, собственно говоря, парковку по просьбе наших пассажиров, которым очень интересно не проводить много времени в пробках городских, а утром, допустим, следуя из того же Свердловского района, подъехать сюда на машине и пересесть в электричку. И обратно после работы также приехать на электропоезде, взять машину и в пределах этого района разъехаться по своим домам. Сегодня сотрудники ГИБДД устроили необычную экскурсию. Они показали студентам из Емельяновского техникума, как производят автомобильные номера. Ребята смогли увидеть все этапы. От нарезки заготовок до их покраски. Кстати, столица края одно из двух мест за Уралом, где изготавливают регистрационные знаки. Подробности расскажет Сергей Сеславин. Этот станок производит до 20 заготовок для автономеров в минуту, а обслуживать его может один человек. Будущие регистрационные знаки делают из алюминия, после обклеивают светоотражающей пленкой. Красноярский цех изготавливает номера не только для нашего города. Заказы поступают из соседних областей и республик. В год до 2015 года мы делали до 800 тысяч пластин в год и обеспечивали своей продукцией Новосибирскую область, Томскую область, Красноярский край, Иркутскую область, Республику Хакасия, Республику Тува и Республика Бурятия. Емельяновские студенты смогли увидеть все этапы производства. После прокатного станка таблички идут под штамповочный пресс. Мастер в соответствии с требованиями заказа госавтоинспекции набирает нужные символы и выдавливает их на двух пластинках. Следующий шаг – покраска. Сухая смесь моментально пристает к знаку. Фактически его сразу же можно прикрутить к автомобилю. Некоторые из ребят попробовали самостоятельно изготовить номер. Мне нравится больше моя профессия, но она все равно каким-то образом связана даже с этим производством, потому что автомобили и госномера, все это взаимосвязано. А вот именные номера с различными дополнительными надписями или символами в нашей стране запрещены. Использовать их можно только как сувенир, скажем, положить под стекло. Но если установить его на место разрешенного госномера, то нарушителя ждет наказание. Если водитель будет сверху на них наносить, либо за место стандартного госномера, то за данное правонарушение будет предусмотрена административная ответственность в виде лишения права управления до трех месяцев, а также со штрафом 5000 рублей. А это уже другое место – стоянка, куда привозят машины после серьезных ДТП, разорванные на части, смятые до неузнаваемости. И чаще всего виновниками таких аварий становятся сами водители. Увиденное шокировало парней. Впечатления довольно-таки страшные, так как автомобили невозможно различить по маркам даже. Как бы сильные такие повреждения на автомобилях. То есть как бы на соблюдать все, для себя делать выводы. А вот это последствия лобового столкновения. Необдуманный маневр даже на разрешенной скорости может привести к плачевным последствиям. Сергей Сеславин, Алексей Гусев. Новости. В Красноярске с размахом отпразднуют День снега. Какой необычный флешмоб придумали организаторы. С добавкой из травурни Сушка кури несутся зимой, как летом. В магазинах Яртехника. Снегоуборщики, мотоблоги, электростанции, тепловые пушки, котлы, бензопилы и электроинструмент по доступным ценам. Купи товар на 5000 рублей и выиграй 30 тысяч. Розыгрыш 1 февраля. Впервые в Красноярске. Новое захватывающее шоу. Дельфины и пираты Карибского моря. 231-64-64. Торговый центр «Домер». Дельфины и пираты Карибского моря. В прямом эфире новости. Спасибо, что вы с нами. Веселые старты на санках, самый большой снеговик и многочисленные зимние забавы. Все это ждет красноярцев и гостей города на празднование Международного дня снега уже в это воскресенье в Татышев парке. Анна Московских узнавала, как можно принять участие в конкурсах и как отмечают этот праздник в России и мире. Снег летает, снег кружится, снег, снег, снег. Рады снегу зверь и птица и, конечно, человек. Во все времена искрящийся белый покров вдохновлял людей на создание стихов, песен, картин и скульптур. А еще у природного явления есть свой праздник. В этом году у него маленький юбилей. Международный день снега отмечается в пятый раз. На острове уже вовсю идет подготовка к празднику. В воскресенье всех гостей ждут на семейный квест снежные забавы, спортивные состязания и строительство самого большого снеговика. В его создании смогут принять участие все желающие. Мы приглашаем всех горожан, чтобы приняли участие. Каждый свой кирпичик вложил. Надеемся, что он будет высотой 5 метров, но, может быть, выше. Это все зависит от того, как горожане придут. Другое название дня снега – день зимних видов спорта. Поэтому ключевое событие – спортивное. Скоростной спуск с горы на санках. Чтобы принять в нем участие, нужно предварительно зарегистрироваться. Условия размещены на сайте дирекции спортивно-массовых мероприятий. Дополнительные призы предусмотрены для тех, кто креативно оформит свои сани. Веселые сани называются. Это же просто хочется какое-то разнообразие, веселье, немножко некоторого сумасшествия какого-то доброго внести в это дело. Это может быть, я не знаю, таз какой-то разрисованный под джель, или еще с какими-то веселыми. Может быть, не знаю, плюшка каким-нибудь, орнаментом украшена. Большую программу подготовил для гостей и фан-парк «Бобровый лог». Там пройдут соревнования по горным лыжам и сноуборду среди любителей. День снега отмечают десятки стран. Причем это не только те, где зимние виды спорта традиционно любимы жителями, такие как Швеция, Норвегия, Швейцария или Канада. Праздник массово отмечают в Эстонии, Венгрии, Пакистане и Китае. Не менее любимый этот праздник стал и в России. Помимо Красноярска, большие мероприятия проходят в Сочи, Магнитогорске и даже Архызе, крохотном селе в Карачаево-Черкесии. И везде в день снега сотни людей катаются на сноубордах и лыжах, принимают участие в конкурсах, танцуют и смеются. Чтобы стать частью этого большого зимнего праздника, красноярцам и гостям города достаточно приехать на остров Таташев в этом воскресенье. Начало мероприятий в полдень. Участников конкурса просят прийти заранее для регистрации. А на склонах Бобрового лога праздничные соревнования стартуют в 10 утра. Анна Московских, Алексей Овсянников, Александр Ермошенко. Новости.